Всем привет! Это Игорь Рыбаков и у меня для тебя отличные новости. Я выпустил два новых музыкальных альбома. И эти альбомы выпущены с помощью нейросети. Помогал мне в этом мой партнер Антон, поэтому сейчас он расскажет некоторые подробности об этом. Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Рикс, я основатель компании Rix Music. Мы занимаемся созданием песен, гимнов, видеоклипов для большинства предпринимателей и бизнеса. Среди наших клиентов много успешных предпринимателей, в том числе из списка Force, клуба 500, клуба Ecum, такие как Игорь Рыбаков, Павел Гетельман, Катерина Уколова, Евгений Осколков, Максим Роговцев и так далее. Также являюсь сооснователем компании RYBAKOV and Rix, которая специализируется на создании песен и гимнов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Куда идти? Каждый свой путь выбирает сам и несет свой кэш на этом пути. Возможно, вы слышали такие песни, как «Бабки», «Не сдавайся никогда», в том числе «Сберегать любовь». Я был автором «Куплетов». Поэтому вы много где в творчестве Игоря Рыбакова могли меня видеть и слышать, но обо мне не знать. Вот поэтому, собственно, рад познакомиться. Не было печали, знаешь, просто уходило лето. Не было печали, ты прости меня, прости за это. На создание этих двух альбомов ушло 40 дней. Я решил сделать два альбома за 40 дней, чтобы показать убедительно тебе, ну и самому убедиться, что можно создавать за такие сжатые строки такие замечательные музыкальные альбомы. А теперь давайте немножко порассуждаем на тему созданных для Игоря Рыбакова двух нейроальбомов. Вопрос в том, что мы с Игорем Рыбаковым видим эту сферу как очень перспективную, как сфера, которая пока что еще на самом деле зарождается. Ее ждет большое будущее, на мой взгляд, в 2025 году и дальше. Потому что сейчас музыка, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта, пока что еще только начинает восприниматься людьми как что-то конкурентоспособное обычным песням. Быстро, бюджетно. И, соответственно, это, на наш взгляд, может сильно изменить вообще в целом индустрию, потому что все еще сейчас сидят большие лейблы, занимают огромное количество музыкального контента. То есть этим всем управляет буквально несколько лейблов. И, соответственно, такой метод, такой шаг, он создает больше индивидуальных авторов новых, которые не принадлежат никаким лейблам, которые смогут работать сами на себя, зарабатывать на этом, монетизировать. И в целом, чтобы бизнес-модель, она менялась в сторону того, чтобы больше людей могли реализовываться творчески, создавать песни, создавать на эти песни клипы. И чтобы это воспринималось все больше и больше как реально конкурентный контент, который может создавать человек в альтернативу высокобюджетным клипам, высокобюджетным трекам. Это достаточно большая работа. Практически за месяц, порядка 40 дней, возможно, даже меньше, было создано два полноценных альбома. Один альбом — это альбом ремиксов уже известных песен Игоря Рыбакова, которые многие люди любят, многие люди слушают. Соответственно, это было некое переиздание уже полюбившихся песен в виде тех жанров, в которых было интересно бы услышать эти песни. Как минимум, это было видение Игоря Владимировича Рыбакова на эти треки. Мы их создали там в танцевальном, в поп-стиле, даже есть там один трек в таком ретро-звучании. Соответственно, это все эксперименты, и это все эксперименты для слушателей, чтобы им понравилось. Это также такая интересная, творческая, экспериментальная все равно еще работа. В некоторых видеоклипах это будут отсылки к известным фильмам или сериалам, или каким-то образом, которые уже все знают, все узнают. И тем самым мы будем продолжать эту поп-культуру и в этих видеоработах, этих видеоклипах для Игоря Рыбакова. Этой работой я хотел показать, что для того, чтобы стать ярким, заметным, известным и популярным, нужно немножко сноровки и немножко мозгов. И совершенно не нужно владеть вокалом, какими-то знаниями музыки и так далее. Теперь и ты тоже можешь стать относительно небольшие деньги, известным, популярным, и использовать это для своей жизни, для своего бизнеса и так далее. Воспользуйся этим, ну а если не воспользуешься этим, воспользуются другие. Интересно, что ты после этого будешь делать? Ведь уже нет ни одного аргумента, чтобы не начать заказывать свою музыку и клипы в компании Рыбаков Рикс. Запомни меня, молодец, улыбай на лице. Запомни меня, да, ты, кто знает свою цель. Какие проблемы возникали, самые частые, при создании этих двух нейроальбомов? Это самое частое, это артефакты, которые генерируют нейросеть. То есть под артефактами подразумеваются какие-то лишние части или неправильные, в наше понимание, части песен, которые, собственно, не могут котироваться как хороший результат. Соответственно, такая песня сразу улетает в мусорку. Под этим я подразумеваю то, что где-то неправильно воспринят промт, неправильно воспринят текст. Соответственно, выдается не тот жанр музыки. Или смешиваются жанры, или ставятся не там ударения, или ставятся не там какие-то акценты. Делается более какой-то грустный припев, хотя задавалось как веселый и жизнерадостный и так далее. Что нужно новичку для создания музыки и видео с помощью нейросети? Как начать это делать? Какие этапы в этом всем существуют? Первое, что нужно, это, соответственно, работать в платных подписках, потому что, если вы работаете в бесплатных подписках, это все чаще всего долгая генерация происходит, чаще всего площадки, эти сервисы не дают вам коммерческие права, поэтому вы не сможете это полноценно использовать или продавать. Поэтому, конечно же, нужно не поскупиться, взять платные сервисы и работать именно в таком формате. Что нужно делать в создании музыки, что в создании видео с помощью нейросети? Здесь нужно усидчиво, здесь нужно отсматривать или отслушивать огромную массу материала, большинстве своем неликвидного, который генерирует нейросети. Бывает удача, и нейросеть быстро схватывает и выдает то, что вам нужно, а бывает нужно сидеть вплоть до того, что по несколько дней, чтобы создать какой-то результат, который может быть лишь небольшой частью целого какого-то этапа. И третий — это развивать свою креативность, потому что плохо делать может любой человек. А круто, классно и стильно могут единицы, поэтому, друзья мои, будьте этими самыми единицами, но для этого вам нужно развивать насмотренность, чувство стиля, чувство вкуса, смотреть интересное, возможно, в каком-то плане артхаусное, красивое кино, следить за тенденциями, быть в курсе последних событий, в том числе каких-то моды, кино, вообще в целом какой-то урбан-культуры и так далее. И вы тогда сможете делать что-то такое, что является отражением нынешнего времени, отражением вашего индивидуального вкуса, стиля. То есть он будет формироваться, но только за счет насмотренности. Так, а сейчас я расскажу более подробно, что касается заказа видеоклипов с использованием нейросетей у нас. То есть вообще из чего состоит поэтапность, для кого это может быть полезно, сколько стоит, какие сроки и так далее. То есть первое, это поэтапность состоит у нас из следующих этапов, то, что мы определяемся, то есть для чего это все будет создаваться. То есть это музыкальный клип или это может быть для рекламы, для маркетинга, для гимна компании, некого обзора того, чем занимается компания. Вот, или это в принципе какая-то там полет фантазии, собственно, мы внутри этого всего работаем. Мы создаем, пишем сценарий, создаем раскадровку, согласовываем с вами. После того, как получаем одобрение или там вносим какие-то корректировки, мы приступаем уже к созданию видео по этой раскадровке. Далее присылаем там часть уже готового материала, то есть там чаще всего это одна минута или там 30 секунд, в зависимости от общей длины ролика. Примерно 30% от длины ролика мы присылаем в виде уже результата такого некого, да, демонстрационного, чтобы понять, все ли правильно мы поняли, все ли нравится, то, что получается. После того, как получаем какие-то корректировки от вас или утверждение, что все классно, все то, что надо, мы уже дособираем весь оставшийся ролик. Соответственно, вы на каждом этапе получаете подтверждение того, что все делается так, как нужно, так, как хотите вы и так, как нужно для ваших целей, для ваших результатов. Соответственно, такая работа занимает примерно от 7 до 14 дней, создание полноценного видеоклипа музыкального или для компании, для маркетинга на 2-3 минуты. Соответственно, если это на 1 минуту, то это может занять немножко меньше времени. Вот по стоимости, соответственно, у нас стоит 1 минута 600 долларов, поэтому здесь уже можно будет выбрать под себя удобный вариант. Если, допустим, это полноценный трехминутный клип, то это 1800 долларов. Если это двухминутный какой-то гимн-компании, допустим, то это 1200 долларов. Соответственно, здесь все просто. Многие считают нейросети бездушными, бесталантными и так далее. Ну, давайте так, через тысячу дней посмотрим. Мне кажется, просто классические продюсеры боятся. Ведь новые ребята, которые овладевают современными инструментами, вторгаются вот в эти вот сферы и сметают старичков. Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, пел Гребенщиков? Вот она. Молодая шпана, вооруженная искусственным интеллектом, сметает с земли. Она не убивает старые, нет, она занимает свое место. Мир наполняется новыми продюсерами, новыми музыкантами, новыми игроками, новыми авторами, новыми певцами. Поэтому давайте, ребята, дерзайте, я буду вам в этом помогать. Сейчас разберем, почему все больше и больше людей, артистов или бизнесов, предпринимателей используют музыку и видео, сгенерированное с помощью нейросетей в своем бизнесе или музыкальном проекте. Дело в том, что это сильно быстрее, сильно бюджетнее, чем создавать это руками музыкантов или руками видеооператоров, если это речь про видео. То есть здесь можно создать нужное для вас видео, которое будет, достигнет нужную цель. Как пример, это реклама компании Махеев, когда они выпустили новый джем и, соответственно, сделали рекламу на 20 секунд. Закупились у блогеров там на ютубе и, собственно, многие ее видели. Она полностью сгенерирована с помощью нейросетей. Или, как пример, это реклама компании ЦУМ. Соответственно, тоже завирусилось. Это тоже они использовали как инфоповод. То есть, по сути, если вы уже достаточно известный бренд, то для вас работа с нейросетями — это возможность использовать это как инфоповод. То есть создать какой-то видеоряд или песню, которую вы, допустим, не смогли бы создать с живой командой. Да, получилось бы что-то другое, но именно создать такой контент, какой-то сложный, выдуманный мир или что-то очень комичное, смешное или, наоборот, очень серьезное, было бы сильно-сильно дороже и сложнее, нежели это делать с помощью нейросетей. Поэтому для вас это выход, для вас это возможность сделать это быстро, бюджетно и, в принципе, достичь той же цели, что и вы бы делали это с многомиллионной командой. Создание песни с помощью искусственного интеллекта для клиента выглядит следующим образом. То есть первое — это продумывается стратегия создания песни, то есть продумывается текст, продумывается, собственно, для чего эта песня, каких целей она должна достичь. Это может быть песня, к примеру, для поп-артиста, может быть, песня для компании, может быть, песня как рекламный джингл. Соответственно, цели везде абсолютно разные. В первую очередь продумывается, для чего именно нужна песня. После этого уже продумываются стили. Если у вас уже есть известные вам стили, которые бы вам хотелось слышать в песне, то, естественно, мы работаем в них, если нет, то мы со своей стороны сможем подсказать наиболее эффективные для вас музыкальные стили. Создается текст, создается текст нашими талантливыми авторами. То есть это такая работа ручная. Все-таки нейросети пока что не способны создавать хитовые песни. Это все равно еще остается в руках человека. И потом этот текст генерируется нужным голосом в нужном жанре музыки. И получается трек, который предоставляется в виде 20 разных версий. То есть можно взять 5 версий, допустим, в одном стиле музыки, 5 версий послушать, как бы это звучало в другом стиле музыки. То есть у вас есть возможность выбрать из большого количества песен и выбрать именно то, что больше всего вам понравится. И, соответственно, это упрощает и ускоряет работу. Соответственно, по стоимости такая работа стоит 800 долларов. Песня под ключ. По сроку она занимает в среднем 7-10 рабочих дней. Для каких целей это все можно использовать? Кому это может быть полезно? Песни с искусственным интеллектом. Это в первую очередь люди, которые создают своих AI-артистов. Это полноценные артисты, но созданные песни исключительно с помощью искусственного интеллекта. Такие артисты тоже набирают сотни тысяч прослушиваний. Творчество таких артистов также можно продвигать, также можно монетизировать, зарабатывать на этом. То есть это можно использовать как некий бизнес, в который можно вкладываться, получать отдачу, монетизацию с площадок. В данном случае вам не требуется как-то лично участвовать вообще в каком-то либо процессе. Это все можно создать без вашего участия, без вашего участия загрузить на музыкальные площадки и, соответственно, распространять это там, популяризировать, набирать прослушивания. И, соответственно, таким образом можно и качать ваш личный бренд, использовав ваше имя или какое-то ваше прозвище или название компании в самом названии этого артиста. Второй вариант использования — это, соответственно, уже создание гимнов, создание джинглов, коротких, длинных, неважно. Соответственно, это создание контента для маркетинга музыкального, то есть какие-то рекламные вставки для таргета, для различного продвижения. Все это тоже можно делать, все это заранее продумывается и создается именно под ваши цели и задачи музыкальный контент с помощью нейросетей. Вы, соответственно, можете контролировать процесс в виде того, что вам будут присылаться варианты, вы будете их отслушивать, смотреть, давать корректировки. И относительно ваших корректировок уже процесс будет меняться до того момента, пока вы не скажете, что это все супер то, что и вы ожидали. Для всех, кому это интересно, для всех, кто хочет заказать или узнать подробнее, что касается музыки или видео, созданных при помощи искусственного интеллекта, здесь будет ссылка на чат-бот, также эта ссылка будет в описании, вы сможете туда перейти, там вас ждет приветственное сообщение, после чего вы сможете подписаться на телеграм-канал, в котором будут выпускаться наши кейсы, наши успешные наработки, примеры работ, информация, какие-то мысли от меня и от Игоря Рыбакова на тему нашей деятельности и в целом индустрии музыки и видео с помощью нейросетей. Поэтому обязательно переходите, даже если вы сейчас пока что еще не знаете, нужно вам это или нет. В любом случае вы сможете узнавать там актуальную информацию на эту тему, смотреть, как получается у других и интегрировать это в свои проекты, в свои бизнесы, в свои музыкальные проекты в том числе. Но если вы уже знаете, что это вам нужно, то, конечно, можете сразу оставлять заявку, наши ребята вас проконсультируют, соответственно, выявим, что нужно и создадим лучший результат в оперативные сроки, в достаточно вжатом бюджете. Многих людей также интересует вопрос относительно прав, относительно прав на контент, генерируемый с помощью нейросетей, в частности, например, песни. Бытует там мнение, что остается все права за нейросетями, что монетизировать этот контент нельзя, и, соответственно, это просто получается такая некая как бы шутка, приколюшка, то есть можно поиграться в нейросетях, но не более. На самом деле это не так. В нейросетях есть определенные пакеты услуг, приобретая которые, да, работая именно профессионал, который работает, у них всех оплачены определенные тарифы, которые уже включают коммерческое использование создаваемой продукции, вот именно созданной внутри сервисов нейросетей. Соответственно, если создается в нашем случае для вас песня, то вы ее можете спокойно монетизировать, зарабатывать на этом, и никаких проблем с правами у вас не возникнет. Я не ограничиваю эти треки к использованию, вы можете их брать, делать с ними все, что угодно, или даже перепевать их. Поэтому это новое слово в творчестве, таким образом создавая такой трек и стимулируя других перепевать твой трек, ты становишься популярным через множественные вот эти вот форки, которые делают другие люди. Используй этот подход для того, чтобы стать популярным и ярким. Подписывайся на канал, ведь здесь каждую неделю рандомно буду выбирать одного счастливчика, для которого буду делать новый трек. Вот, поэтому как минимум будь здесь, наблюдай, как максимум пользуйся вот этими инструментами богатых и успешных людей. А музыку с этих новых двух альбомов ты можешь заценить прямо сейчас, ссылка будет здесь под этим видео, поэтому прямо сейчас проходи, слушай, наслаждайся, ну и, конечно же, впусти в свою жизнь вот эти вот новые технологии. Эта музыка будет вечной. Стоит только заменить батарейки, и перестать делать то, что не приносит успеха, и начать делать то, что я только что рассказал. Теперь каждый из вас может либо начать свою карьеру как продюсер музыкальных треков, либо получить за очень скромные деньги свой первый трек, или даже свое первое видео. И таким образом вы увеличите свою популярность, известность. Ну, а как известно, чтобы стать богатым, ну, надо быть ярким. Поэтому стань богатым вместе с Игорем Рыбаковым, закажи свои первые треки и первые клипы в компании Рыбаков Рикс. Поехали, я жду вас. Я желаю тебе удачи, и буду здесь, на этом канале делать все, чтобы твоя удача стала огромной, большой, и значимой, и выраженной в деньгах.